Итак, друзья, продолжаем бизнес-канал. Время сухого остатка, 18.04, на Финнам ФН Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – рынок акций, какие инвестиционные идеи могут поставить хорошую доходность. Поговорим об этом, конечно же, ну и поговорим о том, что, в принципе, происходит на финансовых площадках на сегодняшний момент. Событий много, события интересные, еще более интересные ожидания, которые движутся сейчас основным набором инвестиционных инструментов. И вот об этом традиционно наш сегодняшний эфир. Представляю сегодняшних гостей. Сергей Александров, в гостях начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит». Добрый вечер, Сережа. Добрый вечер, друзья. И Олег Подымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ «Ланта Банк». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас информация. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Это можно позвонить и, соответственно, написать. Ну и, начиная эфир, традиционно посмотрим, что происходит на финансовых рынках. Основной набор индикаторов так называемых. Как выглядит? 18.05 в Москве. Итак, смотрю, читаю. Индикаторы российского рынка сегодня, ну сейчас, по крайней мере, показывают отрицательную динамику. 0,2 теряет индекс РТС. 0,03 теряет индекс ММВБ. РТС 1527, МВБ 1484, текущая котировка. Американцы закрылись вчера, ну, будем так говорить, в плюсе. Да, в плюсе, в большом-небольшом, но это относительно. Доу Джонс прибавил 0,8, СНП прибавил 0,6%. Японцы сегодня, NASDAQ 1025, отрицательная динамика, минус 1,2%, а Европа вяло-вяло в плюсе, ну, в футсе в частности. Ну и практически нулевую динамику показывает европейский фондовый рынок. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Брент ниже 113, а опять 112,77 за бочку. Золото после вчерашнего выступления, кстати, да, известного товарища рвануло. И сейчас держится выше 1600 долларов за унцию. И индикатор валютного рынка в узком коридоре движется и никак не преодолеет 31 фигуру. 1,387, его текущая котировка. Доллар-иена в районе 91, как, собственно, и вчера это было. Основной набор головых фишек сегодня по праву выглядит разнонаправленным. Лидер падения Аэрофлот 2%, МТС обычка 0,8% и в лидерах роста Газпром почти процент прибавляет. Что тут еще интересного? По процентам ГМК Норникель и Лукоил. Вот такова картина маслом на 1806 Москвы. Ну что ж, давайте мы начнем разговор. Причем, понятно, да, мы заявили сегодня тему, как поиск инвест-идеи. Хотя последнее, ну, наверное, уже продолжительное время, да, эту тему не очень благодарна. Не очень благодарна на отечественном рынке искать инвест-идеи. Это все равно, что, ну, я не знаю, там, иголку в стоге сена. Ну, хотя, может, там, две иголки завалить. Это вежливо, да. Будем вежливы, тем более у нас есть определенные цензуры. Так вот, прежде чем перейти к точечным, так сказать, ударам по российскому фондовому рынку, мы в целом поговорим о ситуации. И я хотел бы услышать от вас, каковы настроения, на ваш взгляд, сейчас царят на финансовых рынках. В частности, вспомним, вчерашние, да, ну, и сегодня еще планируется перед Сенатом, выступление господин Бернанки, ожидания по ВВП, по фискал-клифу, да, и так далее. Олег, с тебя начнем. Ну, в первую очередь, конечно, как вы правильно упомянули, выступление Бернанки повлияло на сегодняшний, там, небольшой отскок на рынке, на российском и вчерашний на американском. Ему удалось отчасти вселить уверенность, что все-таки QE3 не будет завершено в ближайшее время, как многие предполагали после опубликования протокола минуток ФРС за несколько дней до этого. Тем не менее, рынки все равно остаются довольно нестабильными, этому есть еще одна причина, выборы в Италии. В общем и целом, можно сказать, что ситуация такова, что еще, наверное, с начала февраля многие стали понимать, что рынок вырос слишком быстро, за очень короткое время, пошел какой-то поиск поводов, и вот как бы эти поводы появились, да, соответственно, сейчас идет какая-то, возможно, закономерная коррекция. Сереж, ты за выборами в Италии следишь? Безусловно, выбор в Италии, это очень-очень важно. Не, на самом деле, конечно, я к этому рассчитываю еще в нашей программе вернуться. Сейчас хотел бы сказать просто вот о чем, как бы дополнить немножко своего коллегу, что где-то мы с вами встречались в середине января, и как раз тогда обсуждался, что из года в год, на самом деле, с небольшими там флуктуациями происходит одно и то же. На конец года все как бы неплохо. Выходят какие-то очень позитивные, обнадеживающие данные, ожидания этих данных, а потом вот по факту, ближе к весне, начинают выходить сами данные, начинают появляться факты. И, ну, не то, чтобы они были совсем уж обескураживающими, но вот той волны оптимизма они не подхватывают, которая развивается. Поэтому, что вот еще сказать? То есть ожидания более позитивные. Ожидания всегда немножко лучше. И из года в год к началу весны, даже не так, к середине, к концу весны, они, в общем-то, рынок начинают немножко, ну, будем говорить, сворачивать движение рынка. И вот что интересно, ведь действительно все это очень важно, и Запад, и Италия, и Бернанг, и США, безусловно. Но вот в качестве, мне хотелось бы вернуться к заявленному теме. Вот большинство все-таки людей обращает внимание на российский рынок, выходит на российский рынок. Почему? Почему, собственно говоря, для того, чтобы понять, что покупать или продавать, постоянно смотрим на Запад, на Италию, в том числе на Америку, на Германию, на Францию. А потому что совершенно закономерный вопрос, и ответ на него будет такой же. А как бы ведь наш рынок просто ходит за ними. Причем, что интересно, вот тот, кто, может быть, уже несколько лет смотрит за рынком, вспомните, вот кризисные годы, штаты там проваливаются на 5%, российский рынок на 25%. Там Запад проваливается на 10%, российский рынок на 50%. Опять же, все не вдумевали, ведь кризис-то как бы там, да. Подожди, а в другую сторону тоже самое происходит? А вот в другую сторону... Штаты растут на 7%, а российские на 77%. Ну, отрастали мы, конечно, тоже здорово, вот. Вот, но, тем не менее, я не говорю, что только вниз сыграем с той же скоростью. Просто, почему вот такая болтанка? Ведь были возгласы тогда, что же такое? Мы думали, что Россия будет тихой гавнью, у нас как бы все неплохо по отношению к тому, что творилось там. В чем дело-то? Кризис оттуда пришел, интересно, а мы страдаем больше всех. Так вот, основная инвестиционная идея для российских игроков должна быть очень простой, очень короткой. Дивидентная доходность российских акций, российских бумаг. Ведь потому Запад так и меньше колеблется, потому что не так важно, что сказал Бернанке или там, кого выбрали в Италии. А давайте посмотрим на реальный, так сказать, выход какой-нибудь там General Electric, дивидентную доходность, которую она платит, прибыль, которую она получает на конец года. И мне все равно, я эти акции оставлю своим детям и внукам. Сколько они сейчас не так важно, да? Это не самое главное. И, по крайней мере, никто не будет там продавать его в 10 раз дешевле, чем там полгода назад. — То есть я понимаю, на что ты намекаешь, вот наш рынок, помимо всего прочего, имеет некую, я бы сказал... — Слишком высокую спекулятивную составляющую. — Спекулятивную составляющую, то есть он несовершенен, да, так опять скажем, в кавычках. — Да, да, он, конечно, несовершенен, мы этого от него не ждем, на самом деле, пока. — Ну вот один из существенных минусов для того, чтобы как минимум он был более стабильным, да, это отсутствие или минимум идей, связанных с дивидендной доходностью. — Вот согласен, но тут как раз есть позитивные сдвиги большие. То есть на самом деле, если мы, опять же, вернемся там к истокам, ну там, если не к 90-м годам, то хотя бы к началу 2000-х. — Действительно, по дивидендной доходности, при тогдашнем уровне инфляции, ну, в общем-то, можно было ее вообще не учитывать. То есть один, полтора, максимум два процента на фоне инфляции там в районе там 14-15-16, это действительно было несерьезно. Вот сейчас ситуация другая, то есть многие компании ведут себя очень достойно. Я надеюсь, что это действительно не какие-то, ну, ежесеминутные выгоды, да, а это действительно программа, которая подразумевает под собой длительное стратегическое развитие. То есть заинтересовать людей, вот не просто удивляться, а почему вот российский народ как-то так более скептично относится к рынку, к участию на рынке. Вот нам всегда говорят, вот в Америке, представляете, 80% населения участвует. — Да-да-да, домохозяйки там, главный аргумент. — Любая домохозяйка имеет в своем портфеле. — Да, про домохозяйки там разные, я говорю, а в том числе и не очень хорошие. — Ну, неважно, мы сейчас говорим о фондовом рынке, ну что, на самом деле. — Нет, я про фондовый рынок тоже, в том смысле, что когда домохозяйки начинают играть на рынке, пора сливаться и уходить. Вот, но это уже другое немножко, да. В сути в том, что вы правы совершенно, Олег, что действительно там очень большое вовлечение, вот, и тут лозунгами-то не обойдешься. А когда действительно человек поймет, что, в общем-то, это хорошая альтернатива банковскому депозиту со своими плюсами вдобавок, которых можно передать проследству, по сути, и еще иметь там какие-то дополнительные бонусы, вот тут и голосовать, и тянуть никого не надо. — Ну, конечно, и, по сути, классическая, основная идея, да, этого самого фондового рынка именно это. — Конечно. — Я покупаю часть предприятия, и оно со мной делится доходностью. Все остальное это уже от лукавого пришло. — А ведь многие даже не понимают, что покупаются, а не покупают часть какого-то предприятия, да, а не какой-то фантик. — Кстати, сейчас мы пойдем на новости, и последняя реплика, если позволите, в продолжении этой темы, сегодня в связи с массовой информацией обсуждается, да, появившийся, значит, рассказ о том, что в школах теперь будут преподавать финансовую грамотность. — Нет, я это не прослушал. — Я сегодня читал, там только акцент на кредитные договоры, что теперь же детям научат, как надо хотя бы кредитные договоры читать. — Хотя бы читать, когда им... — Да, да. — Итак, замечательно, слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. — Итак, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит» и Олег Поддымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ «Ланта Банк». Мы сегодня втроем ищем инвестидеи, которые могут показать в нынешних, нелегких, надо сказать, временах для финансовых рынков и для российского, в том числе, хорошую доходность. Вот, собственно, Сережа предложил некую идею, мне кажется, вполне логичную, да, идея, связанная с дивидендной доходностью. — Да, идея хорошая еще тем, что даже если нет желания, так сказать, разыгрывать дивидендную доходность, можно просто проспекулировать на ней. — Что, кстати, ВТБ пытается, да, Газпром как раз пытается делать в последнее время. Олег, у тебя какие в этом смысле находки? — Ну, должен согласиться с двумя вещами. Во-первых, некая фиксированная доходность, наверное, сейчас будет ключевой, наверное, на ближайшую весну идеей, это первое. Но второе, хочу отметить, что, наверное, дивидендные акции, какие они бы хороши не были, это, наверное, не лучший способ получать фиксированную доходность, потому что облигации в этом плане, наверное, все-таки больше подойдут, потому что взглянуть даже бегло на картину перформанса российских акций за последний год, и там некоторые вещи просто ужасают, да, там, АвтоВАЗ минус 40% с февраля прошлого года, да, там, Росгидро минус 40%, Газпром минус 30% почти. То есть в этот момент, да, как бы дивиденды Газпрома, ну, в районе 6%, наверное, будут как бы не очень выгодно смотреться, да. — Мало утешений, да, если бы брать их 3 года назад, тогда точно. — Если бы, да кабы, но это не наши технологии. — Да, но в то же время стоит согласиться с тем, что долгосрочным инвесторам, безусловно, дивиденды хорошие, хорошее подспорье, там, если держать акции 3-5 лет, то, безусловно, это там стоит рассматривать. — Ну, вот как раз возвращаемся к тому, что, да, основная идея фондового рынка, ее надо прививать, я о своем, я очень сегодня... — Это должна быть та почина, которая произрастет все остальное. — Да-да-да, я сегодня заинтересовался, ну, действительно, да, мы долго, кстати, говорим о том, что вот основной проблемой, в частности, если, так сказать, наши опять с вами темы, да, муссировать, основной проблемой является отсутствие финансовой грамотности населения. — Даже вот в этой программе, в этой программе раздаются звонки, которые говорят, да, значит, авторы, которые задают вопрос, а зачем ваш водный рынок вообще нужен-то, вы что-то сидите, понимаете, нас тут, да, сбиваете спонталыку. — Потому что, действительно... — Не знаешь, зачем отвечать, потому что, ну, как же так, как же это, да, Сережа? — Да, потому что, действительно, есть такое априори, такое, ну, как бы, кто играет на фондовом инвесторе, да, но это какие-то... — Да-да-да, обывательское мнение, жулики-бандиты, они собрались, да. — Бандиты, жулики, да. То, что это, собственно говоря, переход некоторой части собственности из рук в руки, это, в общем-то, не все понимают. И вот мы то, что в перерыве, Олег, затронули немножко тему о финансовой грамотности, так сказать, подрастающего поколения, я считаю, на самом-то деле, ну, может быть, это, конечно, в школе, я не знаю, а вообще это как-то надо... — Ну, нет, опять-таки, да, в школе наверняка там какие-то азы, азы просто там понятия какие-то базовые, да, определяющие. Понятно, что человеку там где-то в пяти, в шести, в семилетнем возрасте сложно говорить, да, там, о конвергенциях и дивергенциях. Вот, но потом есть старший, так сказать, возраст уже, потом есть студенты. — Тут даже, вы знаете, Олег, мне кажется, тут даже дело не в финансовой грамотности, как в таковой, она, конечно, не помешает никогда никому, а просто элементарно человек, чтобы понимал, что то, что он подписал, оно как бы становится обязательством для него, да, его, в конце концов, могут оставить без штанов, если он подписал что-то не то. — Ну, видимо, опять, да, надо смотреть глубже и раньше, потому что у нас нет просто, ну, слова избыта такой, культуры, да, культуры, вот, так сказать, владения этой информацией, отношения к ней. Так все это, ну, ладно. Ушли мы в сторону, у нас есть звонок, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. — Халло, добрый вечер. — Добрый вечер, Владимир. — Вот я, кстати, своим сыром подходит, папа, что это у тебя за, таки, ну, он знает, что... — Вот, 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 да, 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 да. — Это свечки называются, и как ты можешь, то есть объясняешь, что такая, подразумевшись, низилась, повысилась, то есть как-то да. Вот, вопрос такой вот, кратко сможешь сказать все-таки, из-за чего так фундаментально глобально, упал, да, Газпром, и вот сейчас новость сегодня слышала, что вроде наше все подписало с Китаем, ну, не подписало, намерение с китайским все, вроде как поставки туда, чуть ли не 45% от того, что в Европу поставляют. Вот на этой идее, как бы так, действительно, на долгосрок, там, действительно, 3-5 лет, можно ли как-то ориентироваться, что-то слышно об этой теме? И насколько может упасть, ну, там, этот Газпром, да, там, можно 30% пересидеть, наверное, убытка, там, 130 или сколько он, 135, вот, ниже чего он не пойдет все-таки по фундаменталу, да. И второй вопрос по, вот, сегодня облигации Италия разместила, там, на 6,5 миллиардов, все вроде как бы выкупили, но по большой доходности, да, или по большой, то есть, здесь вопрос, выкупили из-за того, что большая, как бы, теме, повезло тем, кто выкупал, или, ну, такая ситуация, просто, как бы, выкупили и выкупили. И, скажите, доходность, тот, кто покупает, она остается за ним, или, как говорится, в кредитном договоре банк имеет право пересмотреть? Параллель, параллель такая, да, с кредитом. Спасибо, Володь, спасибо. Я могу начать ответить немножко. Давай, с чем мы начнем, с Газпрома, с Италией? Наверное, так начнем, как бы, по порядку. С Газпрома, Владимир, вот у меня интересное такое мнение, что Газпром, на самом деле, он находится примерно на том уровне, на котором он должен ходить, а может быть, даже дороже чуть стоит, чем должен стоить. Я вообще никогда не понимал, когда он стоил 200 рублей, 300 рублей, он не должен столько стоить, он должен стоить 100 с небольшим. Ну, по крайней мере, я так вижу, мое и муховое мнение, безусловно. Вот может ли он упасть на 30%, ну, в принципе-то все, может быть, если сейчас, вот берем ту ситуацию, которая сейчас в мире, да, внутри России, в мире, я думаю, что ниже 100 он не должен уйти, вот, при таких обстоятельствах, если вас это интересует. Вот, и есть ли смысл вкладываться в Газпром на 3-5 лет, но это, опять же, с какой целью? Вот мы уже начали с того, что надо ориентироваться на дивидендную доходность, а не на то, что он будет стоить спекулятивно через 5 лет, может быть, в 2 раза больше. Ну, я не думаю, чтобы он стоил. Опять же, исходя из того, что я сейчас вижу, может быть, там завтра громко выяснится, что сланцевый газ в США уже больше не будут добывать. И Газпром снова будет стоить 200, 200 с лишним, там, 250. Вот, а что касается по облигациям Италии, тут я должен успокоить, доходность по облигациям, она, безусловно, останется с владельцами облигаций, ее... То есть, кто по какой доходности купил, да, тот такую и получится. Ну, теоретически, да, то есть, на самом деле, есть такая вещь, как секвестирование, то есть, реструктуризация бумаг. Так, ну, вот, что мы, собственно говоря, в Греции, ну, не мы, слава богу, а в Греции наблюдали. То есть, бумаги покупались под очень хорошую доходность, там, двузначную. Ну, там, да. 20, да. И, как бы, все было бы хорошо, если бы вдруг не объявили некоторый дефолт частичный. То есть, сказали, ребята, 20-то оно 20, во-первых, мы вам их не заплатим. У нас денег нет. Да, а заплатим, например, не через полгода, а лет через 5. И при этом стоить они будут совсем другие деньги. То есть, в результате получается там 5, те же 6, 7, а то и меньше. Ну, согласись, все-таки это не совсем традиционный, да, пример. Это не традиционный, но просто Владимир спрашивает именно о том, они может ли кто-то лишить. Могут, могут лишить. Хотя, если эмитент исполняет честные обязательства, то да, та доходность, на которую были куплены облигации, она сохранится, и вы получите этот доход. Олег, по Газпрому. По Газпрому несколько вещей. В первую очередь, важна, соответственно, вот в случае с контрактом с Китаем важна цена, потому что, если цена предполагает существенный дисконт, это не есть там идеальный вариант для Газпрому. Это первое. Второе. Сланцевый газ. Огромный масштаб по прогнозам добычи. Уже существуют прогнозы по добыче уже санксовой нефти. Вот. Это огромный, как бы, риск для Газпрома. Экспорт за 2012 год сократился на 8%. Сокращается даже, там, соответственно, продажа внутри страны. То есть, есть совершенно фундаментальные поводы для снижения Газпрома. Огромная соцнагрузка, как бы, и прочие вещи, да, то есть, это все нужно учитывать при рассмотрении покупки или не покупки. Людям, инвесторам, безусловно, в момент решения стоит помнить, учитывать неизвестность компании, не простоту сделки, а реально фундаментальные основания для нее, особенно, как бы, среднесрочно, долгосрочно. Сейчас многие именно смотрят на Газпром, вот, по инерции, что называется, да? Это уже наше все. Наше все, и самое известное, наверное, одна из самых... Как-то не иметь в портфеле, да, акцию Газпрома, хотя фундаментально ситуация кардинально уже поменялась. После бурного роста, да, вот, при либерализации рынка Газпрома, я считаю, он отыграл свою на много-много лет. На много... Кстати... Ну, вспомните. Да-да-да, вот его сейчас взгляд на Китай, ну, и попытка, да, заключения вот этих вот выгодных соглашений, это как раз результат того, что в Европе, да, серьезно его потеснили, и, так сказать, он теряет там просто... Ну, мой взгляд, на самом деле, что тут немножко больше такая имиджевая война, то есть, да, осланцевый газ, да, еще говорят вот о осланцевой нефти, а я все-таки вот, я, конечно, не говорю, что этого ничего нету, есть, но я думаю, что вот то, что сейчас уже произошло, некоторое ужатие рынка, вот оно, собственно говоря, ну, вряд ли будет усиливаться, но это мое мнение. Ну, это понятно, кстати, коллеги наши в этой студии тоже рассказывали, что вот, ну, Газпром так упорствует достаточно, да, потому что информация, вот, Штаты, уже нефть там эту, газы сланцевые, да, уже лопатами гребут, а сотрудник Газпрома говорит, нет, это неправда, мы этого не видели, мы руками этого не трогали, значит, этого нет. Тут еще не надо забывать про себестоимость определенных вещей. Это да, это да. Ну, про это мы не забываем. И что касается, и что касается Италии, ну, собственно, да, Сережа ответил по поводу роста доходности, как раз это, да, очевидная реакция на итальянские же проблемы. Конечно, конечно, то есть тут, как обычно, все равновешивается риск и доходность. Совершенно верно, то есть сразу инвестор почувствовал, да, что там в Италии отсутствие стабильности политической, значит, соответственно, экономической, значит, давать... Потребовал премию за риск. Да, 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 значит, давать в Италии, в долг Италии надо под больший процент, иначе смысла в этом нет, логики в этом нет, то это понятно. Хорошо, значит, смотрите, мы сейчас идем на новости, после новостей уже пришло время отвечать на вопросы, ну, и мы продолжим поиск инвестор-идей, которые все-таки приносят хорошую доходность. В эфире новости, дальше. Продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы, как очень часто, собственно, да, занимаемся поиском интересных инвестиционных идей на отечественном рынке акций. Ну, кстати, может быть, и на какой-то другой рынок есть смысл посмотреть. Мои гости сегодня это Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов банка «Стройкредит», и Олег Поддымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ «Ланта Банк». Ну, давайте, у нас есть вопросы уже, давайте начнем с одного из них. Юрий пишет, порассуждаем, по крайней мере, есть повод. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Перед кризисом 2008 года российские банки очень активно играли на отечественном фондовом рынке. Как сейчас обстоят дела с данным процессом? Может, стоит подсказать банкам решительнее входить в рынок для увеличения ликвидности? Спасибо. Вы, кстати, работаете, да, и один, и второй в банке, в банках. Да, да. Давайте. Олег, ну, Сереж, давай. Ну, я не знаю, подсказывать банкам, я думаю, дело неблагодарное, да, банки сами разберутся. Но, судя по вопросу, понятно, что задающий вопрос видит, что активность на рынке сильно снизилась, как правильно замечено за последние, там, ну, постекризисные годы, скажем так. Связано это во многом с тем, что для банков ужесточились некоторые нормативы, которые, мы будем говорить так, неблагодарно воспринимают усиление деятельности банков на этом, да, на этом сегменте. Да и вообще ведь, если так вот порассуждать, ведь это не совсем банковский бизнес. Банковский бизнес, он совсем, ну, то, что было там 5, 6, 4 тысячи, столетия назад, в общем-то, выдача кредитов, выдача кредитов, кредитования разных проектов, физических лиц. А выход на фондовый рынок, это, ну, будем говорить так, короткая ликвидность, в крайнем случае. Вот, опять же, поддержка клиентских запросов, создание разного рода фондов, опять же, для клиентов банков в той или иной форме. Поэтому надеяться на то, что банки просто начнут опять вкладывать деньги в фондовый рынок, ну, на это можно, но подсказывать я бы не стал, тем более, что не сильно уверен, что это правильно. Олег, ну, действительно, вот была такая история, что до 8-го года, да, ликвидность банковской, в частности, на фондовом рынке присутствовала в огромных объемах, потом это дело, так сказать, изменилось как-то. Ну, безусловно, но для этого были основания, да, двух-трехзначный рост рынков, там, в течение, там, нескольких лет, там, грубо, с 2004 по 2006-2007 год, да, давал основания говорить, что какие-то доходности возможны, повышенные, да. Но в то же время, как правильно заметил коллега, это не есть основная банковская стратегия. В лучшем случае банки предпочитают вложение именно в облигации или в другой инструмент фиксированной доходности. В первую очередь банк должен думать о сохранности вкладов населения, безусловно, это первый приоритет. Риск номер один, там, все остальное уже, как бы, в зависимости от ситуации. Ну, понятно, то есть, если банк выходит, он, прежде всего, спекулянт, да, он, если на фондовый рынок, он спекулянт. Если, да, если вообще он присутствует, но сейчас радиослушатель, безусловно, верно заметил, что, как бы, сократилась активность, и это не без причины. Причина очевидна. Причина, да, их несколько, но они, в общем-то, все действительно, к сожалению, долговременные, поэтому надеяться, что банки завтра схватят за голову и кинутся на фондовый рынок, я думаю, не стоит. И в этом случае, опять, мы, там, часто очень говорим, да, вот у нас на рынке отсутствует активность, да, отсутствует ликвидность, она, там, уменьшается от капитала. То есть, спасет рынок не банки, опять, коммерческие, да, которые... Нет, эмитенты спасут рынок. Конечно, 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 мы с вами, Юрий, спасем рынок-то, нам нужно как-то перестраиваться. Да, смотрите, смотрите, подражающие доходности некоторых бумаг достаточно достойных, я не буду рекламой заниматься, вот, я думаю, вы сможете выбрать достаточно интересный вариант. Не, а что значит рекламы? Вот мы сейчас занимаемся именно этим, мы ищем инвестидеи, давайте, кстати, опять на эту тему вернемся, Олег, в поисках инвестидеи, что еще можно нам сегодня с вами порекомендовать? Ну, как я уже заметил, консервативным инвесторам и, там, инвесторам, которые, там, заботятся о сохранности вложений, минимум 50% облигаций в портфеле должны быть. В последнее время есть довольно интересные эмитенты, я не знаю, там, из рискованных, там, банковский сектор, это Татфонбанк, порядка 12 доходность, связной, близко к 11 в... Это ты по облигациям говоришь? Облигации, однозначно, причем они довольно короткие, поэтому, там, по оферте в течение года или, там, около того, можно будет вернуть, там, 100% вложений плюс купон. Из более, там, стабильных, там, безусловно, стоит отметить Россельхозбанк, там, тот же ВТБ, как бы, основные надежные инструменты, то есть, они должны присутствовать в портфеле однозначно. На втором месте хотелось бы отметить, как бы, какую долю должны составлять инвестиции в золото, потому что намного менее волатильный актив, как бы, безопаснее его вкладывать в золото, чем в те же компании, которые добывают золото, да. Это два, там, тем, кто более-менее, как бы, давно на рынке, стоит обратить внимание на структурированные продукты, довольно смешанная стратегия, что-то среднее между фиксированной доходностью и ростом стоимости портфеля, да, там, повышенная, но имеет, там, риск больше, чем по облигациям. И, там, на, там, соответственно, третье место уже должны занимать акции. Несмотря на свою простоту, акции довольно рискованный инструмент, это всем стоит понимать. Вот, ну, вкратце, так вот так. Я понял, то есть, смотри, ты сейчас приоритеты расставил, да, на первом месте облигации, да, фиксированные, да, значит, на втором золото, как бы, менее волатильный, на третьем рисковый инструмент. А если в процентном отношении, условный портфель какой-то взять, в процентном отношении, вот, как бы ты распределил эти средства? 50, 10, 10, 10, еще, соответственно, 10 процентов должны составлять наличные, просто для того, чтобы поддерживать, там, грубо говоря, жизнедеятельность, да, и 10 процентов стоит иметь валюта, то есть рубль, то есть доллар-евро, я думаю, так. Спасибо. Сереж, давай, давай, в поисках инвест-идей. Сейчас мы, кстати, на валютный рынок тоже посмотрим с вами, да. Что-то добавить по тому, как я раскидал бы доли или что? Нет, нет, в поисках инвест-идей мы продолжаем. Вот одна из... В поисках инвест-идей? Ну, если вот для таких закоренелых, которые махровые, все-таки спекулянты, которые не очень хотят слушать моего коллегу, которые призывают к осторожности, я предлагал бы такой вариант рассмотреть, допустим, наши металлургические компании, которые ориентированы в большей степени на экспорт, они очень сильно зависят, в большей степени зависят от новостей с запада, а новости с запада будут... С запада или с востока? С запада. Они будут все-таки по синусовой двигаться. Ну, я имею в виду, не обязательно там новости из Франции, да, но я имею в виду общемировые новости, скажем так. Я их западу. Из-за границы. Из-за границы. Вот. И вот на этих новостях эти компании опускаются, как правило, в достаточно короткие сроки, пониже, чем остальные. Вот этот момент подлавливать и, в общем-то, набирать вот те 10% факций, которые вы хотите все-таки купить, вот купить вот их в короткую, а потом быстренько продать. Ну, в короткую, в временной перспективе. Я имею в виду, да, но сейчас кто-нибудь начнет активно шортить, да, в короткую. Нет, шортить я не имел в виду. Шортить это всегда, это отдельная. Это отдельная история, не связанная с дивидендной доходностью. Достаточно сложная, да, достаточно сложная рискованная стратегия, потому что, хотя так чисто формально, ведь как бы можно зарабатывать и на падающем рынке, и на растущем, но... Мы декларируем это один из... Все-таки, глядя исторически на всю историю человечества, можно видеть, что все-таки все всегда дорожает в определенном временном промежутке. Поэтому... В большем, наверное, все-таки, да? Да, случайно длинная позиция. Тут и инфляция, тут и технология, тут и все, и все это играет на то, что все-таки все дорожает. Я понял. Давайте на валютный рынок посмотрим. Ну, естественно, посмотрим на рубль прежде всего, да, в паре с долларом. Я прокомментирую последние события. Сегодня, кстати, доллар опять укрепляется против рубля, но, собственно, вчерашних хаев еще не преодорел. В общем, в районе 30-60 он сейчас торгуется. Олег, какие перспективы ты видишь в ближайшей и среднесрочной перспективе с точки зрения укрепления рубля или ослабления? Ну, первое, на что нужно смотреть, это на пару евро-доллар, безусловно, которая сейчас, евро, соответственно, идет вниз, да, и там для этого, соответственно, есть причины. Но сейчас ситуация усложняется, да, валютные войны, которые развязали там несколько купленческих стран, они как бы усложняют прогнозирование, да, то есть, с одной стороны, мы знаем, что банк Японии начинает сильно удешевлять иену. Мы знаем, что там ФРС там уже там который год пытается там занизить стоимость своей валюты, да, теперь евро, некоторые страны пытаются надавить на ЕЦБ, другие, наоборот, говорят, что евро оценен верно, да. То есть, вот эти движения, они впрямую сказываются на курс рубля. Второе, стоит смотреть на нефть, безусловно, если нефть уходит ста и ниже, рубль начнет дешеветь, это совершенно очевидно. И, соответственно, третья ставка. Ставка пока стабильна, если... Ставка рефинансирует. Да, безусловно, ставка ЦБ РФ. Если ставка начнет идти вниз, да, о чем ЦБ, скажем так, намекает, то это тоже так же негативно скажется на российском рубле. Я понял тебя. Ну, естественно, конечно, в этом случае привлекательность рубля снизится. Вот что же касается, я совершенно согласен, что стоимость рубля против доллара, она будет определяться ценой на нефть. Другое дело, что, ответив на этот вопрос, мы получаем другой вопрос. А что же с нефтью-то? То есть, с рублем понятно. Хороший вопрос. Вот, поэтому тут, как бы, мы переходим из одного вопроса в другой. Уже несколько менее такой вот валютный, да, товарные рынки, товарные рынки. Что у нас с сырьем? Ну, а что с сырьем, кстати? Вот сейчас видишь, там... Ну, что с сырьем? Корректируется оно с годовой платформы. Говорили уже об этом очень много и очень долго. Вот, есть опасения, что спад промышленного производства в мировом масштабе, он негативно скажется на потребности в углеводородном сырье. Соответственно, и цены на него припадут. С другой стороны, мы видим, что ничего страшного как бы не происходит. Вот уже сколько времени держится вот на комфортном уровне. В принципе, можно сказать, что цены на нефть стабильные. От 110 до 120, где-то так, если такой диапазончик взять. Вот, стабильность, я думаю, что это залог хорошего, так сказать, против... Ну, будем говорить, хорошую стоящимость нашей экономики, нашего рубля. То есть, поэтому будем рассчитывать, что сезон начинающийся летний нас не подведет. Там начинается автомобильное топливо более потребляет сильно. Да, да, да. То есть, я так понимаю, что, да, вы особого ослабления в ближайших перспективах, ну, вот, если не сценарий, так сказать, негативный. Ну, пока вроде, пока, да, пока вроде, вот, как бы, не должно. Ну, недавние события, по крайней мере, вот он уверенно, да, рубль стоял против доллара, там, в районе 30, чуть ниже, чуть выше. Сейчас, видите, ослаблен 50 копеек. Опять, как мне сказал один хороший мой знакомый оптимист, всегда в мире что-нибудь может случиться. Ну, да. Поэтому, там, в Залиме, в Персидском, поэтому нефть не будет очень дешево стоить. Так, у нас есть ремарка от слушателя по поводу вкладов. Он пишет, что работая в банке четвертый год, у меня есть существенные мысли, что к осени ставка по рублям будет ниже. И, соответственно, будем рассматривать альтернативу банковских, да, вкладов в качестве облигационных или смешанных фондов. Ну, вот ожидание снижения ставки рубля оправданно, Олег? Да? Все будет зависеть от инфляции. Инфляция, соответственно, будет определяться, насколько будет хороший урожай, да, как соберут основные там культуры, да, которые там добавляют в потребительскую корзину, соответственно, роста, да. И, соответственно, второе, там, важный элемент, который будет это определять, тарифы, да, то есть мы знаем, что там к июню подорожают определенные тарифы, там, акцизы, соответственно, это там добавляет какую-то инфляционную составляющую. Вот, поэтому, скорее всего, в первом полугодии сильных движений не ожидается, но, как верно, там, заметил радиослушатель, возможно, ближе к осени движения, да, и, соответственно, там, это скажется абсолютно на все, и там, на курсе рубля, и на курсе облигаций, конечно же, да. Поэтому стоит рассмотреть именно сейчас какие-то вложения именно в эти инструменты с фиксированной доходностью, чтобы, как бы... Чтобы к осени уже был результат, да. Хорошо, значит, сейчас еще раз мы послушаем новости на Финам.ФМ, и потом продолжим наш разговор. Ну что ж, последняя часть, последняя часть нашей программы, мы ее посвятим ответу на вопросы. Вначале я отвлекусь на секундочку и сообщу о том, что американцы открылись, и в моменте и тот, и другой, я имею в виду индекс Dow Jones, индекс S&P 500, и даже NASDAQ прибавляют, да, 2 десятых, 2 десятых, 4 десятых, соответственно, то есть все достаточно так, весело выглядит на американском рынке. Есть вопрос от Андрея, ну или не вопрос, точнее, а некое замечание. Давайте его прокомментируем, если будет желание, конечно. Итак, Андрей пишет. Добрый день. По поводу дивидендов от компаний. Одна компания рекомендует покупку Мечелла, прогнозируя дивидендную доходность около 22%. Глядя на то, как компания покупает порт, потом его продает и снова покупает, потом продает завод за 70 долларов, какой человек в здравом уме будет смотреть на дивиденды? Это скепсис, я опять-таки хочу вас, уважаемые коллеги, подчеркнуть. Андрей, вот слушай, слушай, мы так достаточно, я бы сказал, пафосно, да, разговариваем о том, что фоновый рынок необходим поддерживать, да, потому что есть идея. Он говорит, ну какой нормальный человек будет на эти дивиденды? Олег, что ты по этому поводу скажешь? Металлурги довольно, ну не в лучшей форме, это совершенно однозначно, там просто беглого взгляда на Северсталь, который потерял почти 20% с прошлого февраля, как бы достаточно. В предкризисные годы компании демонстрировали стратегию скупки зарубежных активов, экспансии Европа, Восточная Европа, Азия, иногда и Америка. После кризиса, закредитованные очень сильно и перегруженные долгами, им пришлось от этого избавляться, зачастую просто там за номинальную стоимость, фактически за стоимость долга. Теперь компании, это продолжается, возможно через какое-то время компании там выйдут более здоровыми, да, из этого процесса очищения, там с низкой долговой нагрузкой, вот тогда на них стоит снова смотреть. И плюс для металлургических компаний очень важна ситуация в данном случае в Китае. Китай демонстрирует пока противоречивые показатели, да, то есть 7,6%, третий квартал ВВП, 7,9%, там порядка, по-моему, 7,8%. Четвертый квартал, это там часть участников рынка обнадежила, но для этого мы должны увидеть четкий тренд наверх, к 8% ВВП, рост ВВП, да. Если мы этот тренд не увидим, то для металлургов там какое-то время тяжелый период продолжится. Сереж, ну что ж, замечание в общем-то правильное, по поводу Мечел замечания правильно, я отнюдь не призываю покупать любые бумаги в расчете на то, что будут хорошие дивиденды, безусловно, надо следить за другими показателями. Ну смотри, вот эта история, она имеет место быть, да, и она, история связана с решением каких-то своих. Да, если тот же Мечел взять, например, а вы обратите внимание, вот примерно в тот же период, когда все эти новости выходили, сколько стоили облигации Мечела, какую доходность они приносили, вас вот ничего не настораживает в этом. Я думаю, что рынок как раз достаточно адекватно оценил все эти сделки. Опять же, не забывайте, что после выплатить дивидендов, вы ведь останетесь с этими бумагами, они могут упасть примерно на ту же величину как раз дивидендов, что дальше с ними будете делать. Поэтому я бы как раз от рекомендаций Мечела выдержался бы, я не одна компания вот эта, о которой вы упоминали. Ну, опять-таки, надо подчеркнуть, наверное, да, ну действительно, компаний много, у каждой своя история, у каждой своя финансовая ситуация. Я про это говорю, надо следить за бумагами. Конечно, конечно, это значит, надо вот, извините, там, тупо брать все, что обещает дивиденды. Олег правильно говорит, да, это все на поверхности, но есть некие фундаментальные показатели, есть истории какие-то, да, долговые нагрузки, тем более, которые... Тем более, если человек, так вот, не совсем будем говорить, готов за этим всем следить, может, действительно, лучше воспользоваться советом коллеги и облигации, они, да, они во многих вещах дают фору акциям, так же, как и, собственно говоря, наоборот. Поэтому тут надо выбрать правильный инструмент. Давайте еще вопрос, у нас есть перспектива акции Роснефти интересует нашего слушателя, можете что-то, Олег, можете прокомментировать что-то? Роснефть, я думаю, что одна, там, из главных идей прошлого года, да, там, за год показывает рост порядка 10% с прошлого февраля, да, в то же время с начала года, там, как и многие другие снижаются, порядка, наверное, 6%, вот. Вот, стоит сказать, там, о нескольких вещах главных. Первое, Роснефть, одна, там, из немногих, там, фактически, Роснефть и Газпром обладают монополией на добычу шельфов, это первое. Второе, у Роснефти в последнее время очень агрессивная стратегия по следователям поглощениям, по получению подрядов, по заключению долгосрочных контрактов. Это, безусловно, позитив, потому что, как бы, в данном случае для инвестора не имеет значения, как бы, каким образом, какими лоббистскими, там, способностями получаются данные контракты. Если у Роснефти лучшее положение, чем у других, это добавляет ей очков, безусловно. Вот, поэтому стоит иметь ее в портфеле в какой-то пропорции, но в то же время стоит понимать, что, когда, соответственно, начинается падение, падают все без исключения, да, там, независимо от фундаментальных идей, просто, там, под влиянием паники, например. Ну, я хотел бы только добавить, что в середине прошлого года Роснефть создала совместное предприятие с Этерой. Это было достаточно интересный, хотя, может быть, не слишком известный проект. Это проект, да, который, и Этера очень хорошо работает с газом, то есть, благодаря этому бизнесу Роснефти очень сильно на этом увеличился, и, самое главное, еще больше перспектив, будем так говорить, в этом плане. То есть, на самом деле, Роснефть, я тоже считаю, что это достаточно интересная фишка, и, ну, будем говорить, на год я вижу где-то цель, ну, 280-285 за акцию. То есть, это интересная идея. Я понял, я понял. Еще вопрос по Сберу. Ну, опять-таки, да, вот, интересуется слушатель, что с ним делать, потому что, ну, с одной стороны, понятно, да, он и растет, и, вроде бы, и максимум хороший показ в этом году. Ну, вот сейчас я тоже вдогонку, что называется, прочитав его вопрос, смотрю на график, вот он сейчас в районе 103 рублей стоит, и незакрытый гэп этот самый январский, и, вроде бы, ожидание, что может упасть он поглыбже. Ну, вот, при игрокам, которые делают упор на Сбер, я советовал бы еще более внимательно глядеть на нефтяные котировки, чем игрокам на рубль-доллар, потому что это самая зависимая от нефти фишка, безусловно. Сбербанк. Сбербанк, потому что это крупнейший держатель российских суверенных бандов, соответственно, цены на нефть, которые у всех ориентируются во всем мире с Россией, вот, они, в первую очередь, отыгрываются на Сбербанке. Поэтому говорить, что вот покупать Сбербанк или держать, или продавать я не готов, просто я советую смотреть на котировки нефти. Олег, что-то добавишь попозже? Ну, могу добавить, что в феврале, как бы, доходил до своих исторических, в район своих исторических максимумов, да, там выше, там, ну, 110, да. Да, соответственно, это определяет определенный, соответственно, уровень сопротивления, чисто технический. В то же время, если мы говорим о российском рынке акций, да, то без Сбербанка тут никак не обойтись. Это, безусловно, бумага должна быть в портфеле, когда, там, соответственно, придет время, как бы, вкладываться в акции, да. В то же время стоит отметить, что экспансия пока не очень проистекает у Сбербанка, в частности, там, как вот мы буквально писали об этом, там, до сделки, да, и сейчас вот эта информация подтверждается, что приобретение Волксбанка, соответственно, подлежит пересмотру, возможно, штрафные санкции, да, то есть банк куплен в одном из, там, ну, не лучших регионов, да, Восточная Европа, хотя и куплен, там, возможно, там, по приемлемой цене, вот, с Денисбанком, возможно, будет получше ситуация, потому что Турция, там, в последнее время один из, там, фаворитов инвесторов, вот, но подытожить, там, Сбербанка, когда начнет, соответственно, бычий рынок или, там, возобновиться как угодно, то Сбербанка, скорее всего, там, лидирующие позиции свои, там, будет удерживать. — Ну, вы согласны, что мнение вот такое бытует, что теперь наше все это не «Газпром», ну, с точки зрения, по-моему, фондового рынка, а именно Сбербанка? — Я считаю, это давно уже. — Это уже давно? — Да. — Понятно. Хорошо, ну, и три минутки у нас осталось, давайте последний вопрос, есть интерес к, хотя, забавно, но в том плане, что такой вопрос возникает редко, есть интерес к акциям банка ВТБ, вот, каковы перспективы, на ваш взгляд, да, по крайней мере, в связи с тем, что происходит сейчас, и с СПО планируемым, да, и с тем, что на рынке творится, да, по поводу стоимости этих бумаг. — Ну, на самом деле, хотя акции ВТБ, кто только не шельмовал, в общем-то, тогда, то я согласен, что достаточно интересная бумага. Уверен, что итог за 2012 год будет гораздо лучше отчетность, чем за 2011, вот, и я думаю, что, в общем-то, обновленная стратегия развития группы, вот, ВТБ, то есть я думаю, что она позволит ей выйти, ну, будем говорить, если не в абсолютное, то в относительные лидеры по движению, вот, ну, и я достаточно позитивно расцениваю, что где-то 8 копеек, может быть, она будет стоить достаточно скоро. — Я понял. Олег? — У акции ВТБ есть впереди важный драйвер, да, соответственно, СПО. Возможно, как это нередко бывает, удастся немножко подстегнуть интерес инвесторов перед этим событием. В то же время, там, те спекуляции на тему того, что Qatar Investments будет приобретать огромный стейк банка, пока говорят о том, что Qatar все-таки хочет 20-25% в скидку. — Ну, то есть, не поделили еще. — Да, 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 то есть, это пока мы, значит, оставляем за скобками этот фактор. В общем и целом, бумага не в лучшей форме, вернее, компания сама не в лучшей форме. Это определяет, там, вялотекущее снижение последнего времени. В какой-то момент, возможно, акции, там, станут одной из идей рынка, но пока, наверное, если выбирать между СБЕРом и ВТБ, безусловно, СБЕР. — Хорошо. Ну, в принципе, мы отстрелялись с вами, и на вопросы мы на все ответили, и даже некие инвестидеи мы с вами поискали. Сереж, вот Олег сказал по этому поводу, твое мнение хотелось бы. Как ты видишь перспективы золота в ближайшее время? — Ну, совсем ближайшее. — Совсем ближайшее? — Ну, совсем ближайшее, я думаю, 1570-1690, вот так вот. — То есть это диапазон какой-то, да? — Диапазон, который мы сейчас ближе к нижнему краю. Я думаю, так. — Хорошо. Все, друзья, огромное вам спасибо. Напомню, сегодня в гостях Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит» и Олег Подымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ «Ланкобанк». С вами, уважаемые слушатели, мы традиционно встретимся завтра, будем продолжать наш нелегкий разговор, поиск инвестидей, ну и ответ на вопрос, как заработать деньги. Субтитры создавал DimaTorzok